Девушки отдыхают И для того, чтобы изменить ее, необходимо прежде заглянуть в ее суд Авторская программа Алексея Ледяева «Иллюзии и реальность» Как много здесь интересного, как много здесь непредсказуемого И так много сюрпризов Кстати, сегодня тема будет посвящена подросткам Отношения родителей к своим детям И именно мы возьмем этот период подростковый Самый сложный и самый проблематичный И в это же время подростки, они будут проводить свое служение Им будут проповедовать, молодые проповедники Что нужно делать, чтобы построить правильные отношения с родителями А я здесь буду родителям проповедовать, как строить правильные отношения с подростками А потом, когда они встретятся, они сверят карты Друзья, мы верим в сильные семьи Мы верим, что наши дети не будут уходить из дома Что наши дочери не будут проститутками А наши сыновья не будут наркоманами Мы абсолютно убеждены, у нас не будет разводов Наши дети не будут принадлежать к обществу ЛГБТ Наши дети будут принадлежать к обществу святых и праведных людей Созидая семью, мы созидаем фундамент нашего общества Какова семья, таково будет и наше общество Сильная семья будет гарантировать нам сильное общество Если слабые семьи, значит слабое общество Но если нет семьи, вообще нет общества Разрушая семью, мы разрушаем фундамент своего собственного дома Тема моей проповеди Наследство и наследники Ключевое слово, которое будет звучать во время этой проповеди Это наследство Родители имеют два важных задания от Бога Первое Это наследство Приготовить наследство Доброе, благословенное наследство И приготовить наследников И мудрость жизни заключается в том Чтобы мы помогли наследникам войти в их наследство Мудрые родители думают о будущем Эгоизм родителей может уничтожить будущее Жить для себя Во имя своих целей Во имя своей карьеры Во имя своей красоты Во имя своих удовольствий Всему свое время Время жить для себя Время жить для детей И может быть это время уже пришло А может быть оно для многих уже проходит И мы не имеем права потерять шанс И когда тебя спросит Бог Каково наследство И каковы твои наследники Если у тебя не будет ответа на этот вопрос Ты прожил зря Мы несем ответственность не только за себя Мы несем ответственность за будущее наших детей Второе Послание Коринфянам 12 глава 14 стих Не дети должны собирать имение для родителей Но родители для детей Не дети собирают имение для родителей Родители собирают имение для детей И в этом стихе мы уже видим Этих два важных момента Наследие и наследники Если мы готовим наследие Значит должны быть наследники Если мы имеем детей Мы должны подумать Какое наследие мы оставим для них Не дети собирают имение для родителей Но родители собирают имение для детей Поэтому ответственность номер один Родитель, отец, мать Подумай Какое наследие ты готовишь для своих детей Наследие может быть духовное и материальное В идеальном случае Это есть и материальное и духовное Потому что наши дети материально-духовные Они не только Библию читают Но они еще и живут в физическом мире Поэтому в идеальном плане Наследие Это духовно-материальная категория Поэтому мы должны подумать и о квартире Мы должны подумать и о недвижимости Но опять же Если наши дети будут наследовать только физическое Наследие Но не будут знать Бога Которому ты поклонялся Физическое, материальное наследие Не принесет благословений нашим детям Если они не будут иметь Духовной части нашего наследия Потому что они Должны знать Бога Который защищает, хранит, исцеляет И ведет нас по этой бурной Сумасшедшей жизни Бог Авраама должен стать Богом Исаака А Бог Исаака должен стать Богом Иакова И всех остальных потомков Какое имение я готовлю для своих детей? Следующее Луки 2, 46 Через три дня Нашли Его в храме Сидящего посреди учителей Слушающего их И спрашивающего их Все, слышавшие Его Дивились разуму и ответом Его И увидели Его И увидевшие Его удивились И матери Его сказала Ему Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью Искали тебя Он же сказал Зачем было вам искать меня Или вы не знали Что мне должно быть в том Что принадлежит отцу моему Наследство – это категория О которой должны знать И родители, и дети Дети должны знать, что они наследники Того наследия, которое готовят им их родители Если сын, то и наследник Иисус говорит Я должен находиться в том Что принадлежит отцу моему Что такое наследие? Это то, что принадлежит нам, родителям Отвечаем на первый вопрос То, что сегодня принадлежит нам Это и есть наследие В котором будут пребывать наши дети И ребенок может сказать То же самое, что Иисус Это единый принцип Я должен находиться в том Что принадлежит отцу моему И я, как отец, сегодня слежу За тем, что мне принадлежит Потому что я точно знаю Что дети мои будут наследовать И генетически, и фактически То, что мне принадлежит Если мне принадлежит грех Компромиссы Алкоголизм Пьянство Ненависть Всякое зло Если это принадлежит мне, как отцу Я точно знаю Это гнилое Отвратительное Проклятое наследство В которое Войдут мои дети И поэтому потом врачи Будут ставить диагноз Наследственные пороки Наследственные болезни Наследственное проклятие Наследственное 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 То, что принадлежало вчера отцам Сегодня Будет принадлежать детям Но если мне, как отцу Сегодня принадлежит Праведность Мне принадлежит Великая Привилегия Проповедовать Евангелие Если мне сегодня Принадлежат Обетования Божьи И это Привилегия Быть в авангарде Пробуждения Я точно знаю Что мои дети Будут входить В наследие Которое я имею Во Христе Иисусе И нелицемерная вера Которая обитала В жизни моих родителей С молоком матери Будет переходить В судьбу Моих дочерей В судьбу Моих внуков И в моих правнуков То, что принадлежит Сегодня Нам, родителям Будет принадлежать Завтра Нашим детям Что Сегодня Принадлежит Нам Если нам Принадлежат Какие-то Негативные вещи Не надо Жить так Чтобы Мучился ты И потом Дальше будут Мучиться твои дети Давайте согласимся Друзья С тем Что не надо Генетически Передавать мучения Грядущему поколению Хватит Мы помучились Так пусть Наши дети Не мучаются Давайте Раскаемся Во всех грехах Отвергнем себя Возьмем крест И будем следовать за ним Чтобы передать Детям Праведность Святость И благословение Пусть наши дети Имеют Не наследственное Проклятие И болезни А наследственное Благословение Наследственную Смелость Наследственное Дерзновение Мудрость Логику Что Принадлежит Сегодня Родителям То Завтра Будут Будет Принадлежать Нашим Детям Какое имение Родители Приготовят Вот такое Имение Дети И войдут Родители Отцы И матери Давайте Передадим Детям Хорошее Благословенное И святое Наследие А заключается Это в одном Я И домой Мы будем Служить Господу Это великое Наследие Я служил И мои дети Будут служить Я очень бы хотел Чтобы мое служение Не было скучным Для моих детей Чтобы дети Вовлеклись В это служение Чтобы дети Заразились Этим служением И сказали Вот как отец Служил Я буду так же Служить Вот как моя мама Молится И сгоняет бесов Так и я буду Мне так приятно Смотреть Как моя дочь Татьяна молится Думаю Ну точно Молится не как я А как Ольга Когда она вот На ночной молитве Молилась Я думаю Вот 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 Следующее воплощение Вот Следующее воплощение Родительского Образа Поймите такую вещь Если Дети видят Постоянные скандалы В семье Они Будут скандалить И у себя В семье Они как губка Впитывают Все что видят И они будут делать Не то что мы им говорим А то что они видят Но что не всегда То что мы говорим Совпадает с тем Что мы делаем Следующее место Яна 5 На это Иисус сказал Истинно Истинно говорю вам Сын ничего не может Творить Сам от себя Если не увидит Отца Творящего Ибо Что творит Он То и Сын творит так же Главный принцип Наследия Я видел Отца Творящего Поэтому я творю Вот что я видел То я и воспроизвожу Наследие Это воспроизведение Того Что дети видели В жизни Своих родителей Воспроизведение Я видел Отца Творящего Поэтому я творю Поэтому мы должны быть Ответственными Отцы и матери Дети смотрят на нас Смотрят на нас Открыто Смотрят на нас Через Щелку Полуоткрытой двери Они могут даже Слышать нас Через закрытые двери Что они слышат Что они видят То они и будут Воспроизводить Сам Иисус сказал Я видел Отца Творящего И я это творю Наследие Штука генетическая 1 Тимофея 5.8 Если же кто Пойми Пойми такую вещь Вера Это не только то Что происходит В твоей жизни Оценка веры Происходит В жизни Твоих детей Покажи мне Кто твои дети И я скажу Кто ты Покажи мне Свою семью И я скажу Кто ты Можно быть Великолепным Проповедником И учителем Можно ездить По всему миру И учить миллионы Как надо жить Но если твои дети В мире Если твои дети Грешат Если твои дети Где-то вне церкви Ты для меня Не авторитет Потому что В первую очередь Характеристика Сильного Учителя Или характеристика Сильного Служителя Это его дом Это его семья Если он не заботится О своих домашних И не печется О своих ближних Тот Отрекся от веры И хуже неверного Я знаю что Характеристика Моей веры Это моя семья Посмотри на моих детей Посмотри на мою жену Посмотри на мою семью И тебе станет понятным Что я имею моральное право Обращаться к тысячам И к миллионам Ибо если ты не мог Навести порядок На территории своего дома Как ты можешь Наводить порядок В чужих домах Любой человек Маломальски Честный Он может тебе сказать Помой полы В своей избе А потом указывай Что мне делать В своем доме Поэтому первичная Характеристика Нашей духовной зрелости Это наша семья В первую очередь Родители должны готовить Имение Для своих детей Эту ответственность Дал Бог И за это Он нас будет 1 Тимофея 3.4.5 Хорошо управляющий домом своим Детей содержащих В послушании Со всякой честностью Ибо кто не умеет Управлять собственным домом Будет ли он Пищись о царстве божьем Каким должен быть Божий служитель Он должен Хорошо управлять Домом своим Хорошо Управлять Домом своим Чтобы в этом доме Были деньги Чтобы в этом доме Был ремонт Чтобы в этом доме Не текла Канализация Чтобы в этом доме Было уютное Тепло Управлять домом Это значит Создать Уютное гнездо В котором и жене И детям Будет защищено Уютно И хорошо Второй момент Это Детей своих Содержащих В послушании Подчеркните это место Что мы должны Нести ответственность За будущее своих детей Послушание детей Это продукт Родительского воспитания Послушные дети Или они Непослушные Зависят не от детей Зависят от родителей Рассматривая своих детей Как наследников Посредством воспитания Добиваясь послушания Ведем детей В их наследство Мой отец Меня воспитывал Жестко Но что это была Та эпоха Послевоенная Вы знаете Мне иногда казалось Что это слишком Жестко И слишком круто Но То Что мой отец Привил Вот с таких лет Оно работает до сих пор Настав юношу В начале пути И он не уклонится Даже Пока не состареет Он Привил В моем сердце Уважение к старшим Он Привил В моем Сердце Уважение к церкви Какой бы она ни была В моем детском восприятии Отец Привил Страх Господень Он объяснил Что такое грех А что такое Праведность Может быть это слишком Пуританское воспитание Но его сегодня Катастрофически Не хватает Сегодня наше Родительское воспитание Либеральное Любая строгость Рассматривается Чуть ли не как покушение На права человека Не послушание детей Это покушение На права родителей А когда ты воспитываешь Детей Это не есть Покушение На права человека Это есть Условие Благословения Поэтому Соломон Говорит Не жалей розги Для сына своего И не возмущайся Криком Его Потому что Когда пройдет Немного времени Он тебе спасибо За это скажет Детей Содержать В послушании Обязан Каждый Здравомыслящий Человек Отец И мать Амин Я знал Строгость отца Может быть Излишнюю строгость И мне казалось Что ее можно было Сократить Но уж какой он был Вот такой он и остался Но в любом случае Я сегодня служу Богу Разве это не результат Родительского воспитания Я сегодня Имею успех Разве это не результат Родительского благословения Я имею сегодня Благословенную семью Разве это не результат Родительского воспитания И благословения В целом Конечно Поэтому я Благодарю Бога За Моих родителей У нас было семеро И Все Семеро У меня шесть сестер И я один Брат был у них Мы все верующие Мы все в церкви Мы все служим Богу Ни одного наркомана Ни одной проститутки Ни одного криминала Никакого беззакония Они в тяжелое время Имели столько детей Они нас воспитали Они нас благословили Они ушли на небо И сейчас радуются Смотри Все дети служат Господу Это вызов нам Это вызов нам Как насчет твоих детей Наследство И наследники Это то За что мы несем Полную ответственность Мы должны Приготовить Наследство Мы должны Приготовить Наследников И наследников Мы должны Довести И ввести В то наследство Которое По праву Принадлежит им Галатам 4.1 Еще скажу Наследник Доколе в детстве Он ничем Не отличается От раба Хотя и господин Всего Он подчинен Попечителям И дома Правителям До срока Отцом Назначенного Так и мы Доколе были В детстве Были порабощены Вещественным Началом Мира Но когда пришла Полнота времени Бог послал Сына своего Единородного Который родился От жены Подчинился закону Чтобы искупить Подзакон их Дабы нам Получить Усыновление Итак Наследник Доколе в детстве Он ничем Не отличается От раба Хотя он И господин Всего И существует Определенный Срок Срок Который Назначил Отец Срок До которого Все Наследники Должны Подчиняться Домоправителям Слово Подчинение И послушание Это ключевое Слово Для того Чтобы наследники Достигли Своего Наследства Иисус Христос Чтобы войти В наследство Чтобы стать Царем всех царей Он смирил себя И был послушен Отцу Послушание Детей Позволяет Родителям Вводить Их В их Наследство Какая проблема Люди Подчинены Вещественным Началам Мира Поэтому Воспитание Сводится К одной Простой Задаче Искоренить В сознании Детей Искоренить В их Психологии В их Внутреннем Мире Наследие Адама Склонность К греху Склонность К воровству Склонность К лжи Склонность К лени Вы же Видите Вот эти все Склонности Вот эти все Проявления Это Наследие Адама Это то Что может их Погубить Лень Вранье Воровство Но ты видишь Что ребенок Тяготеет К этому И задача Родителей То есть Смысл Воспитания С корнем Вырвать Вот это все Наследие И привить К человеку Честность Трудолюбие Уважение И скромность Может быть Дьяволу Не удалось Помешать тебе Создать Наследство Создать Служение Ты великолепный Служитель Учитель Ты благородный Христианин Молодец И даже у тебя Родились дети И дьявол Здесь Не смог Ничего Сделать Но Вот этот Путь Здесь Дьявол Будет мстить И сказать А вот я Постараюсь Сделать Все Чтобы твои Дети Не служили Богу И наследство Останется Без наследника Помните Притчу Когда Господь Насадил Виноградник И потом Первые плоды Говорит Пойду Соберу плоды А виноградник Нет А потом Когда наследник Пришел Вот идет Наследник В свое Наследство Пойдем И убьем Его У дьявола Вот такой План Слышите Видя Наше Наследство Великолепное Красивое Перспективное И видя Такого Красивого Наследника Что он Делает Он ненавидит Эту гармонию И он Будет делать Все Чтобы Наследник По пути К наследству Где-то Споткнулся Где-то Упал Свихнулся Друзья Из-за того Что наши дети Иногда падают Грешат И куда-то На обочины Съезжают Это Говорит о том Что дьявол Старается Наследник 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 Телефон Телефон 674-09-473 Нет Когда ты Родил Ребеночка Он Маленький Он Никаких проблем Тебе не Создает Кроме Бессонных Ночей Слава Богу Что он Говорить Не умеет Он Не может Перечить Тебе Он Не может Оскорблять Тебя Он Не может Умничать Он А ты Расшифровываешь Как хочешь Но потом Наступает Знаете Вот эти Милые Детки Милые Детки Когда Они Встанутся На ноги Они Начинают Причинять Нам Больше Раздражения Потому Что он Уже Пошел К Наследству Ему Кажется Что Наследством Его Является Вот этот Стол С посудой И он Говорит Это Мое Наследство И И вдруг Бах Падает Какая-то Ваза Ух Наследство Какое Нельзя А как Нельзя Если Хочется А вспомни Себя И забудете Тупые Вопросы Зачем Вазу Разбил Потом Он Лезет На кухню Потому Что На кухне Много Разных Интересных Вещей У нас В доме Была Такая Тема Что Когда Шум Это Значит Признак Нормальной Ситуации Но Когда Наступает Тишина Это Зловещая Тишина Потому Что В этот Момент Что-то Творится Наши Дети Хулиганили В тишине Тишина Если Тишина Это Все Надо Бежать И Принимать Срочно Какие-то Меры Ну Что-то Происходит Мы Мы Заходим На Кухню Таня Сидит Голая На Столе Маша Сверху Сахар Сыпет На нее И водой Поливает А Таня Все Это Помазание Берет И И Воркует Друг 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 И Представляете И Вот Они Поливают Друг Друг И Уже Целая Такая Сахарная Такая Пирамида Сидит И Уже Замерзла Что Вы Делаете Ну Что Делаем Входим В Наследство Потом Эти Милые Безобразия Трансформируются В более Принципиальные Безобразия А подростковый Период Это Самый Сложный И Самый Тяжелый Вот На этом Подростковом Периоде Ломаются Отношения Добрые Отношения Именно В этот Период Либо Если Родители Мудрые Они Становятся Друзьями Своим Детям Либо Если Нам Не Хватит Мудрости Мы Можем Стать Врагами Давайте Постараемся Сейчас Через Увеличительное Стекло Рассмотреть Проблемы Этого Периода Для того Чтобы Нам Родителям Как мудрым Психологам Помочь Этим Вот Наследникам Дойти Все-таки До своего Наследства Чтобы они Вместе с нами Служили Богу Подростковый Период Включает В себя Возраст От 10 До 15 Лет Как Говорят Эксперты Девочки Это 12-15 Лет А Мальчики Это 13-16 Итак Подростковый Период Своим Своеобразием И Темпом Резко Отличается От всех Других Этапов Жизни Человека Его Проявлением Являются Интенсивный Рост Повышение Обмена Веществ И Возрастание Активности Эндокринной Системы В этот Период В поведении Подростков Отмечается Явное Преобладание Возбуждения Отчего Реакция По силе И характеру Часто Не соответствуют Вызвавшим Их Раздражителям В период Полового Созревания Наблюдается Ослабление Всех Видов Внутреннего Торможения Поэтому В этот Период Необходимо Внимание Родителей В возрасте 15-17 лет Организм Можно считать Созревшим Что характерно Для этого Возраста Ситуация Развития Представляет Собой Переход От зависимого Детства К самостоятельной И ответственной Взрослости Он уже Не Ребенок Он понимает Что он уже Созрел И в то же Время У него Еще Ни ума Не хватает Ни опыта Чтобы быть Самостоятельным Но претензии К этому Уже Имеются Мы не имеем Права Затягивать Детство И в то же Самое Время Мы не имеем Мы не имеем Права Просто Человека Неопытного У которого Нет Неопыта Еще Давать им Свободу Действий Здесь Должен быть Сбалансированный Прием Воспитания Проблема Возникает В данном Случае В том Что ведущей Деятельностью Подростка Является Общение Со сверстниками И главная Тенденция Переориентация Общения С родителей И учителей На сверстников Вчера он Уютно Вписывался В интернет Семьи В качестве Друзей Был отец Мать Братья Сестры То есть Семейная Идея И вот Теперь Подросток Выходит На улицу Естественно Обрастает Друзьями Друзьями Разными Мы должны До того Как ребенок Выйдет На улицу Объяснить Ребенку Что такое Хорошо И что Такое Плохо Я вспоминаю Своё детство Когда я выходил На улицу У нас было Много хулиганов Уйгуров Казахов У нас Простите Каждую неделю Шли драки Но Я всегда Понимал Что я должен Помидоры Поливать У меня была Ответственность Колышки Стругать Чтобы эти Кусты Помидоров Привязывать К этим Колышкам Ответственность Была Я понимаю Мне хулиганить Некогда было Потому что я был Послушан родителям Я должен Поливать Был Помидоры А потом Сверху Ещё селитрой Брызгать Чтобы помидоры Были крупнее Кроме этого У нас была Ещё пасека И я должен Ещё был Следить за Ульями Вырезать Трутней И это Была святой Обязанностью Хотя у меня Было шесть Сестёр Но за водой В колонку Ходил я И когда У меня была Фляга Вот на такой Тележке Она гремела На весь Район И ульгуры Говорили Лёнька Водовоз Я Я имел Свой имидж В районе И весь район Понимал Что я Послушный сын Вы понимаете В жизни детей До подросткового Уровня Мы должны Забить Уже Конкретную Программу Тем Табу Что для Ребёнка Является Запретной Темой Он должен Знать Табу Воровство Просто Старших Людей Бить Есть вещи Которые Для меня Являются До сих пор Запретными Семейное Воспитание Должно Быть Глубже Чем Уличное Если Уличное Воспитание Будет Преобладать То Грош цена Нашему Христианству Если тебе Трудно И некому Довериться Позвони Мы знаем Как жить Дальше С твоей Бедой Телефон 674-09-473 Линия Доверия Инсайт Человек Из уютного Домашнего Социума Переходит В открытый Реальный Мир Естественно В этом мире Он будет Обрастать Дружескими Связями Друзья Могут Быть Хорошие Друзья Могут Быть Плохие Меня Учили Курить Мои Друзья Но Раньше У нас Это Самый Большой Грех Был И то Денег Не хватало На Беломор Канал Поэтому Мы Брали Либо Бычки Собирали С пола Либо Забор Хмель Рос И мы Эти Листья Перетирали И забивали Косички Но Косички Плохо Шли Потому что Горло Забивалось Кашлять Начинал А Из-за То что Дома Никто Не курил Меня Вычисляли В два Счета Я помню Меня всегда посылали В магазин За хлебом Как сейчас Помню Почти как пароль 4 по 16 Я покупал 4 по 16 То есть Булка хлеба Была По 16 копеек Серый вот такой Кирпичик И я 4 4 булки Вот так Нес А перед этим Ну Побаловался А когда я Нес Эти булки Хлеба Я любил Грызть корочки А кто Из вас Не любил И пока Я от магазина До дома Доходил Я эту корочку Ну Закусывал Думал что Запах исчезнет А он Не исчезал А когда Я приходил домой Моя Старшая сестра Ольга Она тоже любила Грызть корочки Она говорит Дай я грызу Я говорю Да бери Она грызет Говорит Фу Табаком воняет Говорит Хлеб какой пошел Он говорит Да не хлеб это Это ты А ну-ка дыхни Я сдуру Дыхнул О Папа Лешка курил А бати Он за любую мелочь Порол меня Он порол меня За любую мелочь Как сидорову козу Ложи хлеб Положил хлеб Сдачи Дал сдачи Иди сюда Курил 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 Дохни Дохнул Снимай штаны За ерунду Просто за мелочь Он порол Другой раз Просто сжег сарай Получилось Раньше продавались пистолеты А к пистолетам Продавали пистоны А пистоны были Вот в таких лентах Лентах И когда ты берешь пистолет И по одной ленте Пук Пук Думаю Ну а что пук А если всех сразу То есть мне хотелось Что-то по-настоящему Пук умножить Ну где-то там В сто раз Во что это превратится Я спрятался в сарай Сейчас все по-демократически Ремнем по дивану стучит И кричит Я тебе дам Я тебе дам При закрытых дверях А ребенку говорит Давай кричи громче А у нас-то все По-настоящему было Я в том день не садился Я ему говорю Батя Ну кто тебе важнее в жизни А ему сарай был важнее Чем мне Как мне казалось раньше Но на самом деле На самом деле Мы набирались ума Оказывается Попа с мозгами связана Я скажу очень часто Что пульт управления Находится именно На том месте Там есть специальные кнопочки Которые приводят В правильное положение Схемы Интеллектуальные Потом я насмотрелся Каких-то Мультиков Волшебник изумрудного города Смотрел И там мне очень дико понравился Дровосек один Он с топориком ходил И надо же случиться Батя купил новый топорик А ведь человек Преображается В то что он видит И в то что он слышит Ну я типа Косил подровосека Взял этот топорик А у нас там яблони росли Черешни Ну сад такой был Я иду прикалываюсь Ну типа в лесу дремучим Подрубил Сливу Подрубил там Яблони Я в Алма-Ате жил А порт Яблони был Тик-чик Потом с той стороны Тик-чик А у меня шесть тестеров Понимаете Они смотрели Следили за мной А потом стучали Написано же Стучите И они стучали И когда пасеку перевозили Знаете Когда пасеку загружают На машину И мы из Алматы В Сарыджа С 300 километров Это под китайской границей Места в кабине не было Я между ульями устраивался И ехал А там Дороги неровные Крышки съезжали Я с ужасом вспоминаю Те ночи Когда ты ехал И вдруг чувствовал Что эти твари Они ползут по тебе И заползают В самые интимные места Их ты же Им не расскажешь Что туда нельзя А стой только Одну пчелу раздавить Этот запах Бесит всех остальных пчел И они становятся уже Зверями И тебя Кчик-чик А мобилки же не было И пока ты 300 километров доехал Твое лицо Как попа Глаза как у китайца И когда батя Выходил из кабины Сынок Оттуда китаец Такой толстый Вылезал И он говорил Что с тобой На эти подвиги Батя никакого Внимания обращал Он бы мог сказать Слушай Ну вот он терпел Помогал Селитрой Помидоры поливал Воду возил Печку топил Ничего не помнит Что добро делал Покурил Покурил Сразу Родители Я его за руку Я его за руку взял Сказал А больше ты Никогда Меня не накажешь Почему я уже взрослый Я понимаю слова И мы по-джентльменски Разошлись Воспитание Оно многоогранное И многообразное Ведь дети Дети разные Согласитесь Одному сказал Он покраснел И он все И заплакал А другому Говоришь Говоришь Он ходит Я вспомнил Я вспомнил Одного друга был Сижу на диване По дивану Ползет мелкий И когда он Проползал Мимо меня Он пукнул Прямо под ухо Я поворачиваюсь А он мне Чшшш Я чуть с дивана Не упал Я думаю Ну далеко Парень пойдет В следующий раз Кучу сделать На голову Скажешь А в следующий раз сворует что-нибудь и скажет Моему бы бате на перевоспитание Он такое че сказал бы Что все разу знал, где ползать, а где пукать Мы должны знать, где, что делать То есть к чему эти все мои рассказы? Все эти рассказы к тому, чтобы мы, как родители Добивались послушания своих детей Закладывая в их сознание критерии добра и зла Чтобы до того, как подросток выйдет на улицу в большой мир У него была уже система ценностей Чтобы он уже знал на своем уровне Что такое хорошо, а что такое плохо Послушание детей – это продукт родительского воспитания Послушные дети или они непослушные Зависят не от детей, зависят от родителей Рассматривая своих детей как наследников Посредством воспитания Добиваясь послушания Ведем детей в их наследие Тема «Наследство и наследники» Общение для подростков является главной Приоритетной потребностью Вот смотрите, мы говорим «тусуются, тусуются, тусуются» Что стоит за словом «тусуются»? Сумасшедшая потребность общаться Нельзя осуждать человека за то, что он хочет общаться Это потребность, так же, как потребность кушать, потребность отдыхать Общение – это приоритетная потребность подростка в этом возрасте Общение для подростка является очень важным информационным каналом То есть вы понимаете, что общаясь с другими людьми Подросток начинает сравнивать ту информацию, которую он получает с улицы С той информацией, которую он получает из своей семьи И хочешь ты или не хочешь, этот человек, еще не созревший, но уже претендующий на самостоятельность Он начинает самостоятельно анализировать ту информацию, которую он получил с улицы И нам необходимо, друзья, в этот момент гораздо больше проводить времени с подростком Для того, чтобы помочь ему сориентироваться и сделать выбор в пользу своего христианского семейного воспитания После того, когда он провел 10 лет, 12 лет в закрытом семейном христианском церковном пространстве Он получает новую информацию Он может слышать нецензурную брань Он может слышать какие-то грязные истории, анекдоты Он может быть зрителем каких-то страшных сцен Друзья, мы должны добиться максимум откровенных разговоров со своими детьми Для того, чтобы помочь человеку сориентироваться Общение дает чувство солидарности, эмоционального благополучия и самоуважения И принадлежность к какой-то группе, это есть некая психологическая защищенность Согласитесь Когда подросток чувствует себя защищенным, когда их пятеро Шестеро Они безопасно себя чувствуют именно на территории данной группы Я никогда не видел смелых одиночек, которые вот так ходили, кричали Вели себя вот так в одиночку Не-не-не-не Защищенными они считают себя именно в группе Центральное новообразование подростков – это чувство взрослости И в этот момент подросток требует к себе отношения не как к ребенку, а как к взрослому Ребенок требует суверенности и независимости уважения к своим тайнам Разногласия происходят в основном по поводу стиля одежды, прически, ухода из дома, свободного времени, школьных и материальных проблем Однако в самом главном дети все же наследуют ценности родителей То есть у него свой кабинетик, свой уголочек, у него свои записи, наивные представления о жизни Они будут рушиться каждый временной отрезок И это будет маленькая драма Этот драматизм заставляет в этот период заводить дневник личных переживаний В этот момент появляются первые стихи и поэмы Появляется первая любовь Появляется первое влечение И мы, как мудрые психологи, должны предоставить возможность Знаете, как Бог Он все видит, но не мешает нам быть свободными Дай возможность Ему выразить себя Потому что на самом деле Он находится сейчас в своей стае Там, может быть, сейчас это признается И если он будет таким, как я То его там не поймут Понимаете, что наши семейные стандарты Не проходят по своему уровню или по формату В том обществе, где он сейчас находится Самое главное, друзья Не хочу здесь распыляться Мы должны создать дружеские отношения со своими детьми Быть ребенку другом Первая потребность у ребенка в подростковом состоянии Понимание Понимание исцеляет Понимание утверждает Понимание окрыляет Но когда отец конкретно говорит Я не понимаю тебя Или мать говорит Я тебя не понимаю Это табу Для родителей запрещено говорить Я тебя не понимаю Даже если ты не понимаешь Ты не должен это озвучивать вслух Контроль, основанный на теплых чувствах И разумной заботе Обычно не раздражает подростка Я повторяю Контроль, основанный на теплых чувствах Не раздражает ребенка Авторитарные родители Требуют от подростка Беспрекословного подчинения И не считают Что должны даже и объяснить ему Причины своих указаний и запретов Вот это деспотизм Родительский деспотизм Если ты хочешь чего-то добиться от ребенка Ну потрудись объяснить Посади его на колени к себе И скажи Дорогой сыночек Ты должен знать Что это важно Это для твоей жизни Будет иметь такие последствия Поэтому ты должен меня понять Но авторитарные родители Жестоко контролируют все сферы жизни Причем этот контроль становится мелочным Дети в таких семьях обычно замыкаются Их общение с родителями нарушается А часть подростков идет на конфликт И чаще всего дети авторитарных родителей Приспосабливаются к стилю семейных отношений Становятся неуверенными в себе И становятся менее самостоятельными Потому что их достоинства разрушены Для того, чтобы максимизировать Положительные результаты воспитания И свести к минимуму отрицательные Нам необходимо вовлекать детей В свои мероприятия Второе Всегда находить время Чтобы говорить с ребенком Общение Вакуум Вреден и опасен Общение Оно исцеляет Тем более, если мы христиане То мы должны не просто общаться Мы должны общаться Молиться Благословлять И я считаю, что Есть очень хороший момент Когда родители Берут подростка и говорят Помоли за папу Я скажу вам Это очень сильный эффект Когда твой ребенок Возлагает руки на твою голову И начинает молиться Это так искренно Что ты будешь даже чувствовать Помазание Надо находить время Для общения Для того, чтобы помочь им Сориентироваться И проанализировать информацию Которую они почерпнули И самое главное, друзья Духовный фактор Молитва Дальше Поинтересоваться проблемами ребенка Вникать во все возникающие В его жизни сложности Помогать Развивать Свои таланты Сохранять Дружеские отношения Какие у тебя проблемы? Может я тебе помогу? У тебя был сложный день Тебя кто-то обидел? Постарайтесь Сохранить откровенность За своим ребенком Постарайтесь Стать другом Своему ребенку А другом От которых нет никаких тайн И дальше Очень важный момент Если ты видишь В своем ребенке Какой-то талант Ребенок будет тебе Чрезмерно благодарен Если ты поможешь Ему Ребенку Открыть свой талант Если ты видишь Что он музыкант Посмотрите Сегодня играл Петр Строков Посмотрите Если бы родители Не узрели в нем Этого музыканта А послали его Куда-нибудь в футбол играть Они бы искалечили Его талант Он бы страдал И мучился там На футбольном поле Потому что Он создан Совершенно для других целей И это мудрость Дать возможность Ему раскрыться И здесь Он будет себя чувствовать Комфортно Он будет занимать Первые места Его достоинство Будет расти И родители Будут радоваться Очень важно Видеть не просто А бузу Заходишь Опять он бежит Опять он Что-то спрашивает Что тебе надо Ну Ты видишь Папа устал Сегодня папа устал А завтра Когда папа Будет звонить сыну Сын скажет Извини батя Я устал Что мы посеем То и мы пожнем Если мы посеем Грубость Эгоизм Гордость В жизнь наших детей То мы пожнем Только в 30 60 и 100 крат Берегитесь этого Дальше Не оказывайте на ребенка Никакого нажима Помогая ему тем самым Самостоятельно Принимать решения А мудрость Заключается в том Чтобы Твое мнение Стало его мнением Ты как бы Невзначай Подсказываешь ему Рекомендуешь ему Показываешь ему Книги соответствующие Может фильм какой-то Может какая-то программа Помогите Ребенку Принимать самостоятельные решения И он будет себя чувствовать На самом деле Человеком взрослеющим Человеком развивающимся И человеком Состоявшимся Если тебе трудно И некому довериться Позвони Мы знаем Как жить дальше С твоей бедой Телефон 674-09-473 Линия доверия Инсайт Мы должны Как родители Иметь представление О различных этапах В жизни ребенка Уважать право Ребенка На собственное мнение И дальше Самое важное Уметь сдерживать Собственные инстинкты И относиться К ребенку Как к равноправному Партнеру Который просто Пока еще Не обладает Равными Ресурсами С уважением Мы должны Относиться К стремлению Всех остальных Членов семьи Делать карьеру И Самосовершенствоваться Я думаю Что мы Понимаем Что главный ключ В данной сфере Это наша любовь И под конец Этот рассказ Который я не могу Не прочитать Если мы чувствуем Что мы где-то Перегнули палку Если мы чувствовали Что где-то Перед детьми Мы провинились Или Наша совесть Неспокойна Когда Родители Извиняются Перед Детьми Их авторитет Не падает Когда родители Просят даже Прощения У своих детей От этого Их авторитет Еще больше Поднимается Докажите Своему ребенку Что вы не Супермен Безошибочная Личность Докажите Своему ребенку Что вы честный человек И Вы будете видеть Что Дети Будут уважать Намного больше Рассказ Который называется Отец забывает Послушай сын Я говорю это сейчас Когда ты спишь Щека лежит На маленькой ручонке Светлые кудри Прилипли К влажному лбу Я тайком прокрался В твою комнату Всего несколько минут Назад Когда я сидел С газетой В библиотеке Меня охватила Волна раскаяния Поэтому я пришел В твою спальню С повиной Так ведут себя Честные Родители Я подумал о том Что был слишком Строг к тебе Я отругал тебя Когда ты собирался В школу Потому что ты Едва ли коснулся Лица полотенца Я отчитал тебя За то Что ты не чистишь Ботинки Зло прикрикнул На тебя Когда ты бросил Свои вещи На пол За завтраком Я тоже нашел За что тебя Поругать Ты что-то пролил Глотая пищу Большими кусками Ты клал Локти на стол И намазывал Слишком много Масла на хлеб А когда я спешил На свой поезд Ты уходя гулять Обернулся Помахал мне рукой И крикнул До свидания папочка А я нахмурившись Бросил в ответ Расправь плечи Не сутулься А вечером Повторилось То же самое Проходя мимо Я увидел Как ты стоя на коленях Играешь в шарики На чулках уже Образовались дырки Я унизил тебя При твоих друзьях Когда ты брел Впереди меня По направлению К дому Чулки были дорогими Если бы ты сам Платил за них Ты бы был Куда более аккуратный Слушай Сын Что говорит тебе Отец Помнишь Когда позже Я читал Сидя в библиотеке Ты робко вошел И посмотрел на меня С какой-то болью В глазах Я бросил на тебя Взгляд поверх газеты Нетерпеливый И недовольный Что мне мешают Ты нерешительно Стоял в дверях Чего ты хочешь Пробурчал я Ты Ничего не сказав Стремительно Бросился ко мне Обвил руками Мою шею И поцеловал Твои ручонки Сжались с любовью Которую Бог Разжег в твоем сердце И которую не может Притушить даже Пренебрежение Отца Потом ты ушел И я слышал Как ты поднимался По ступенькам В свою спальню И в этот момент Сынок Газета выпала У меня из рук И жуткий Парализующий страх Охватил меня Что же сделала С нами Наша Родительская грубость Которая превратилась В привычку Это то Что наши дети Слышат И за дня в день И за дня в день И за дня в день Какое же наследие Мы сегодня готовим Для своих Детей Это моя награда тебе За то Что ты мальчишка Это не потому Что я не люблю тебя А потому что Слишком многого Жду от ребенка Я так часто Оценивал тебя Меркою Своих Прожитых лет А ведь ты же Всего лишь Мальчик А в тебе В твоем характере Так много хорошего Замечательного И искреннего Твое маленькое сердечко Похоже на огромный Диск солнца Встающего Над дикими холмами Я увидел это В твоем Внезапном порыве Когда ты подбежал И поцеловал меня Перед тем Как идти спать И сегодня Больше ничего Не имеет значения Сынок Я пришел В темноте К твоей кровати Пристыженный Встал на колени Чтобы попросить У тебя Прощения Это недостаточное Искупление Я знаю Что ты не Понял бы Все то Что я говорю тебе Сейчас Если бы ты Не спал Но я обещаю тебе Сыночек Я буду Настоящим Отцом Я все Исправлю Я возвращусь К добрым Дружеским Отношениям С тобой Я обещаю тебе Что я буду Твоим Закадычным Другом Буду Страдать Когда ты Страдаешь Буду Радоваться Когда ты Радуешься Я прикушу Я зык Когда с него Будут Готовы сорваться Нетерпеливые Слова Я буду Следить За собой Я буду Повторять Как заклинание Это всего Лишь Мальчик Это всего Лишь Мальчик Боюсь Я представлял Тебя Слишком Взрослым Мужчиной Теперь Когда я Смотрю На тебя Сынок Который Устало Свернулся В своей Кроватке Я вижу Что ты Все еще Ребенок Еще Вчера Мать Носила Тебя На руках И твоя Головка Лежала У нее На плече Я требовал Слишком Много Я требовал Слишком Много Я думаю Сегодня Есть Как раз Тот шанс Когда мы Можем Проконтролировать Свои отношения С нашими Детьми И в этой Молитве Проверить Какое Наследство Мы Приготовили И Каких Наследников Мы Ведем В это Наследство Пусть Наследство Будет Благословенным И пусть Будут Благословенные Наследники И пусть Будет Благословен Путь Который Мы Ведем Наших Детей К Своему Имению Спасибо Что были С нами До встречи На следующей Неделе Субтитры Субтитры